Всем привет! Сегодня предлагаю вынести на обсуждение наши палочки Твикс Лену и Майкла. Как всегда уточняю, что видео несет развлекательный характер и здесь я высказываю свое личное субъективное мнение. Лена появилась на ютубе с роликом, что не получилось в США, получилось в России. В России жить круче и проще. Все, Лена теперь хвалит Россию-матушку. К чему бы это интересно? Я так предполагаю, к визе. Нам показывают, как Неля, дочка, делает поделку. Шарик обклеивает своим учебником, то есть газетки дома не нашлось. В ход пошел учебник и обклеивает она почему-то этот шарик не клеем ПВА, к примеру, а тестом. То есть она смешала муку, другие ингредиенты, замесила тесто и вот использует его. Лена говорит, ну там естественно такой разгром, хотя они постелили, защитили немного пол, но это не особо помогает. Лена говорит, ничего страшного, отзерем, отскребем. Лучше пускай ребенок так развлекается, чем он сидит в телефоне. Еще нам Лена показывает свою еду. Естественно, это готовая еда, готовое пюре, там кусочек мяса, а также показывает нам остатки салата, который почему-то называют греческим. Хотя от оригинального греческого салата там мало что есть, но тем не менее, показали нам эти объедки. И собственно, с какой целью нужно было толкнуть речь, произнести речь, что Лена теперь заботится о своем здоровье. Поэтому вот смотрите, салатик там есть, но я его выбрасываю, потому что я теперь думаю о своем здоровье и не ем вчерашнюю пищу. Более того, в магазине я тоже не покупаю готовые салаты. Тут-то нужно пустить сверчков, устроить минуту молчания, потому что у Лены что-то она там забывает, не знаю. Вчера, только вчера нам показали салат оливье и прочие явства, которые наготовили подруги. Примесли на ту вечеринку, которую Лена устраивала, и она нам показывала холодильник. Вот, говорит, подруги, холодильник заполнили, теперь есть чем питаться. И с удовольствием, собственно, доело это оливье. То есть вчера, еще во вчерашнем ролике, вчерашний салат абсолютно не вредил здоровью. А уже в сегодняшнем ролике, да, мы уже не едим. Очень быстро, буквально за 24 часа поменялось мировоззрение и взгляды на жизнь. А главное, ты же монтировала ролик только вчера, ты должна помнить, что ты там говорила. Вырежи этот момент, но нет. Еще Лена нам заявила, что сейчас у нее в приоритете свежая еда. Ах, тут опять минута молчания, сверчкин, а под свежей едой подразумевается, что? Только 5 секунд назад нам показали это готовое пюре. Откуда Лена может знать? Первое. Какой свежести это пюре? И второе. Я не думаю, что готовое пюре делали из реальной картошки. Сейчас очень много смесей, и я не думаю, что они заморачиваются, отваривают картошечку, потом ее разминают. Нет, просто засыпается пудра вот эта готовая из пакета, заливается водой, все перемешивается. И вот, пожалуйста, пюрешечка у тебя готова. Так о какой свежей и здоровой еде мы тут говорим, когда концы с концами не сходятся. Это, знаете, из разряда сидит человек в Макдональдсе, ест уже третий гамбургер, сок с этого гамбургера капает ему на платье, на штаны, неважно. Он направляет на себя камеру и говорит, а вы знаете, я вообще-то адепт здорового питания. Питаюсь исключительно здоровой, чистой пищей, никакой процессированной, никогда. И откусывая такой большой кусок гамбургера. Вот как-то так это звучало из уст Лены. Следующая сцена, Лена нам показывает, как она спускается на лифте, говорит, еду за каким-то сюрпризом, сейчас вам все покажу. Самое интересное в этой сценке как раз таки то, что домофона у них до сих пор нет. Третий год пошел в этой квартире, недавно Лена нам рассказывала, как неудобно жить без домофона, но выводов она не сделала. 11 часов вечера, Лена едет в домашней одежде, зимой, холодно в Екатеринбурге, на лифте вниз, чтобы открыть. Здесь тоже есть несколько вопросов. Первый, который я не задала в прошлом ролике, когда рассуждала на тему домофона, это как же все-таки прорвался этот курьер, секретно, тайно, и подарил Лене цветы. Курьеру открыли дверь из квартиры, то есть кто-то должен был изначально спуститься вниз, открыть курьеру с цветами, и явно это были не дети. Потому что я не думаю, что мать бы отправила детей открывать вниз дверь неизвестному мужику, даже если это курьер. Поэтому Лена спустилась, открыла курьеру с цветами, дала Лене телефон в руки и изображала удивление. Боже, цветы, как неожиданно, какой сюрприз. Вот это первый вопрос. А второй вопрос, девочки, напишите мне, пожалуйста. Я просто не в курсе, как сейчас ситуация обстоит с домофонами, особенно те девочки, которые живут в Екатеринбурге. Может быть, они какие-то очень дорогие, им нужно расплачиваться золотыми слитками и бриллиантами. Может быть, тебе нужно писать заявление на имя президента Российской Федерации, потом ждать пятилетку утверждения этого, рассмотрения заявлений. И только после этого тебе установят домофон. Может быть, у вас там в Екатеринбурге, я просто знаю, у меня много девочек смотрят из этого города. Может быть, у вас там какие-то уникальные правила, и это очень долго, и это очень дорого. Напишите мне, пожалуйста, потому что я не понимаю, как можно не поставить. То есть тебе хватает денег на барные стулья, на технику, на все, но тебе не хватает денег и времени на домофон, и ты зимой ездишь на лифте, чтобы открыть каждому встречному и поперечному. Не знаю, возможно, у вас какие-то там сложности с домофонами, а по-другому я это объяснить не могу. Ну, Лене доставили шарики, выяснилось, что это было уже 11 часов вечера, и Лена говорит, вот в России связи это все. В Америке мне бы как шарики за три часа не доставили, а в России вот подняли свою попу, люди же хотят заработать, и шарики привезли по первому зову. И вот, собственно, эта фраза, эта мысль и оправдывает название «Как же хорошо и замечательно жить с Лене в России». Лена говорит, что в Америке ничем не управляла, а вот в России со связями своими знает, кому позвонить, как проблему решить. Ну, конечно, если в Америке ты пять месяцев живешь в одном очень маленьком, но очень гордом подвале, то чем ты там управляешь, тем более в пандемию, когда тебе поставили запреты практически на все. И да, я так думаю, если бы Лена могла, у нее бы, к примеру, была сейчас на руках постоянная грин-карта, то быстро бы она преимущество с шариками поменяла на Америку, и первым рейсом даже не улетела, усвистела бы со скоростью звука в Америку, и на детей бы не посмотрела, что они у нее остаются в Екатеринбурге. И вы знаете, я думаю, Лена тут пытается доказать даже не нам, а себе, как же классно жить ей в России и совсем как бы ей не хотелось в Америку. Как известно, если одну и ту же мысль повторить раз в сто, то на сто первый раз ты уже сам потихонечку начнешь в это верить. И да, нам показали, как украсили квартиру шариками, ну, открыли пакет с готовыми уже надутыми шариками, они полетели, соответственно, вверх, и вот украсили квартиру, попросили, поехали встречать Ольгу Брукмана в аэропорт. Естественно, по дороге заехали в Макдональдс, но как же без Макдональдса? Попросили Ольгу при входе в квартиру закрыть глаза, чтобы был сюрприз. Вот Ольга приехала, вот сюрприз, все хорошо и замечательно. Еще у нас объявился на Ютубе Майкл, вторая наша палочка, Твикс. Первое видео Майкл готовит, вернее, он сервировал стол и не на одну персону, а на две. Да, зрители в комментариях оставили запрос ему показать свою новую подвальную жертву. Зрители, конечно, приколисты, уже тоже начали троллить Майкла. Возможно, это та самая Анастасия из Казахстана, которая при входе в подвал документы предъявляла, помните, была такая. Еще одно видео, там, где Пигги был атакован другой собакой, то есть Пигги укусила, поранила немножко другая собака. Пигги, кстати, выздоровления желаю скорейшего, но Майкл, естественно, в названии не мог забыть про Лену и написал, что все якобы заботятся, переживают за Пигги, вот все, кроме Лены. И отсюда у меня такой вопрос, а почему Лена должна переживать за Пигги? Лена не особо-то переживает даже за Майкла и периодически за своих детей и родных. Зачем ей переживать о Пигги? Но сама эта ситуация, когда кто-то болен и пытаются воззвать к чувствам другого человека, да, вот посмотри, как мне плохо, как я страдаю. Мне напомнило ситуацию, один случай из жизни, когда бывшей моей подруги, которая его даже видеть не хотела, заплатила врачам, лег в больницу и изображал из себя умирающего лебедя и слал ей трогательные смс-ки из серии «Хочу увидеть себя, дорогая, в последний раз, приезжай». Естественно, она пулей полетела в больницу, ну как же, человек умирает, и там произошла накладочка. Выяснилось, что умирающий лебедь живее всех живых, и, естественно, ничем хорошим эта история не закончилась. То есть, свой план перехват он в жизнь не воплотил, подруга обиделась еще больше. И еще Майкл нам показал ночную съемку этой самой атаки. Пигги был у друзей, там были другие собаки, то есть Майкл оставил его на передержку. А в названии Майкл написал, что Пигги хочет кекса, и добавил вот это знаменитое «Мими-ми-ми-ми», которым он сопровождал показ картины частей Лены. Так вот, оказывается, что Пигги тоже хочет этого самого «Мими-ми», и вот за это поплатился, его укусили. Кстати, раз Майкл оставлял Пигги у своих друзей, в прошлый раз он его оставлял, когда летал во Флориду, значит, хозяин отсутствовал. Где был Майкл? Нам не показали, да? То есть, возможно, либо с новой жертвой где-то, либо опять во Флориду летал, либо все-таки к доктору ходил. Тут вариантов много, нам не показали. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok